Путникам не были обозначены основные координаты населенных пунктов или ближайших поселений. Даже если вы просто идете в однодневную тихую охоту, лучше всего составить примерную карту маршрута, разбить зону на квадраты и записать их координаты. Лучше, если кто-либо будет поставлен в известность о предпринимаемой вами вылазке. Главное, что должно у вас быть с собой, это нож и спички. Также заранее раздобудьте карту района, запомните ориентиры, направление линии электропередач, реки, отметьте для себя высокие участки, объекты человеческой жизнедеятельности. Все эти мелочи могут спасти вам жизнь. Наверное, первое, что ассоциируется, первая ассоциация, которая приходит, да, это подготовить карту и компас. Скажу сразу, это не самая лучшая идея, честно говоря, потому что картой и компасом нужно уметь пользоваться. А это на самом деле навык, который нарабатывается за определенное время. Это вещи, которые больше подходят для спортсменов, для соревнований, еще для каких-то таких вещей. Я, например, лично сам в походах, чаще всего пользуюсь просто обычным навигатором в телефоне. Вот, то есть, без проблем у нас всех есть, работает GPS без интернета, без всяких проблем. Единственное, нужно подготовить офлайн-карты. Второй момент, естественно, перед тем, как идти в лес, нужно внимательно вообще посмотреть карту той местности, куда вы собираетесь идти, чтобы понять, куда можно в случае чего выйти. То есть, запомнить не только конкретно ваш маршрут, да, например, а просто понять, где какие деревья находятся, какие дороги идут и так далее. Если, предприняв все меры предусторожности, вы все-таки потерялись, случайно сойдя с тропинки, нельзя поддаваться панике. Ведь именно она – злейший враг любого заблудившегося в лесу. От бесконтрольного хаотичного перемещения есть огромная вероятность зайти еще глубже и усложнить работу поисковым службам. Если ваше местоположение заранее кому-либо известно, то и поиск потерявшегося человека первое время будет производиться в пределах маршрута, по которому следовал путник. Не паникуйте, остановитесь и подумайте, откуда вы пришли. Не слышно ли криков, шума машин или лая собак? Выйти к людям помогают различные звуки – работающий трактор, собачий лай или проходящий поезд. Трубы на крышах можно увидеть за 3 километра, заводские трубы – за 6, а колокольни и башни – за 15. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего выходить на воду и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, а река – к людям. Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону 112 или 01. В первую очередь нужно ориентироваться, искать какие-то дороги. То есть дороги, они всегда приведут к какому-то населенному пункту, в любом случае, абсолютно всегда. Главное искать какие-то более набитые, более езденные дороги. Чем она лучше, тем, соответственно, по ней чаще ездит, и тем скорее вы выйдете к населенному пункту. Второй совет, который, наверное, очень многие слышали, это про реки, про родники, которые обязательно тоже выводят к населенным пунктам. Он работает, но нужно понимать, что идти вдоль реки или вдоль ручья довольно трудозатратно. То есть это такой крайний случай, когда вы понимаете, что вы совсем ничего не знаете о местности, оказались совсем в какой-то тайге, где ни дорог, ничего нет. И тогда, да, это будет рабочий вариант. Но надо бы понимать, что это будет очень тяжело. Лучшее, что может сделать человек, отправившийся в поход, установить себе на смартфон систему навигации с возможностью загружать карты и иметь к ним доступ в оффлайн-режиме. Кроме того, остерегайтесь звериных троп. Отличить их от человеческой легко. Ветви над тропинкой будут смыкаться на уровне вашей груди. Хотя такой путь может вывести к источнику с питьевой водой, но встреча там с медведем или кабаном вас явно не обрадует. Не продолжайте движение, если понимаете, что скоро наступит ночь. Лучше подумайте об обустройстве места для ночлега и отдыха, чтобы утром с новыми силами продолжить свой путь. Не пейте некипяченую воду. Съясные запасы разделите так, чтобы вам хватило их до того момента, как вас найдут или вы сами выберетесь из леса. Ваши главные друзья – это кипяченая вода и только известные вам растения и ягоды. Соблюдая все эти правила, можно смело отправляться в лес, не боясь там потеряться. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс.